Солнце превратится во тьму, и луна в кровь. Прежде, нежели наступит День Господний, Великий и Славный. Ну, это, конечно, цитата, и цитата из пророка Иоэля, вторая глава. Но кажется, что эта цитата совершенно неуместна. Речь идет о празднике Пятидесятницы, где присутствуют апостолы, вот на них не сходит Святой Дух, они начинают говорить разными языками, или, по крайней мере, начинают их понимать окружающие, носители разных языков, как говорящих на их собственных языках. И тут Павел обращается с проповедью. По сути дела, в книге День – это первая христианская проповедь к окружающему миру, не к самим себе, не к апостолам, а вот к тем, кто еще не принял Христа. И что говорит Петр? Давайте я прочитаю с самого начала, это 14 стих. «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, съеда будет вам известна, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете». Ну, то есть, что говорят на странных языках. «Ибо теперь третий час дня». Третий час дня, имеется в виду, три часа прошло после восхода, но вот в Иерусалиме в это время пьяных еще не было, то ли дело у нас. Но это и есть предреченная пророком Иоилем. Вот начинается цитата. «И будет в последние дни, говорит Бог, и зальет духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Отлично, дочерей пока нет, но остальное все совпадает. «И юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями, вразумляемо, будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни изльет духа моего и будут пророчествовать». Вот здесь бы ему и закончить. Вот мы пророчествуем по пророчеству Иоиля, все хорошо. Он продолжает. «И покажу чудеса на небе вверху и знамений на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господний великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Об этом тоже чуть-чуть скажем, но позже. «Зачем ему это говорить, если свет не превратился во тьму, луна не превратилась в кровь?» И цитировать это пророчество, как говорящие о событиях вот здесь и сейчас, ну, значит, говорить, да вообще-то ничего этого не происходит. Не так ли? Ну, если я сейчас начну пророчествовать и говорить, что вот, не знаю, сейчас произойдет что-то великое, страшное, ужасное, оно не происходит, значит, я лжепророк, не так ли? А почему же Петр об этом говорит? Но мне кажется, что это кое-что нам открывает о том, как пророчества применялись тогда. В общем-то, не обязательно, чтобы они исполнялись целиком, в буквальном смысле слова. Но у Иоиля явно идет речь о пришествии Господнем, когда этот мир подходит к своему концу. И он говорит, смотрите, первое уже сбылось. Люди, причем кто там, юноши, вот совершенно не знатные, не какие-то особенные люди, те, о ком вы, может быть, даже никогда и не думали прежде, вот они обретают новый дар, которого у них прежде не было. И в пророчествах очень часто все соединено воедино, это иногда называют телескопическим временем. Ну, как телескоп, это не то, кто через что смотрит на звезды, а это вот то, что складывается. И разные секции вкладываются одна внутрь другой, оказываются вместе. Вот такие пророчества очень часто телескопические по своему отношению к разным событиям. Они влагаются одно в другое. Как в 13 главе Марка, где Иисус говорит о разрушении храма. И иногда эту главу читают и говорят, смотрите, он ждал, что храм будет разрушен, ну, прям вот завтра. И что на этом закончится земная история, потому что разрушение храма у него связано с разрушением всего этого мира. А храм разрушили через несколько десятилетий, и мир после этого еще, ну, как минимум, около двух тысяч лет простоял, да? И когда он будет уничтожен, мы не знаем. Вот, но это совершенно не обязательно должно быть хронологически близко. Это один и тот же процесс, который постепенно разворачивается. И вот здесь, в частности, соответственно, то, что они начали пророчествовать, то, что апостолы заговорили на новых языках, это начало конца. Сколько этот конец продлится, мы не знаем. И вот здесь очень важно, что мир этот изменится, луна будет кровью, солнце станет тьмой. Ну, то есть, похоже на египетские казни, да? Там тоже была и тьма, и кровь вместо воды Нила. И самое главное, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То есть, начинается что-то великое и страшное уже здесь и сейчас. Как от этого спастись, призвать имя Господне? И дальше он комментирует это, что значит призвать имя Господне. Он комментирует, что Господь действует через Иисуса Назарея, по сути дела Назарея, наверное, то название, которое использовали не христиане, не принявшие Иисуса жители Иерусалима. И, соответственно, вот он обращается к ним, называя его так, как им привычно. И он говорит, что вот его Бог воскресил, расторгнув узы смерти. Вот уже действие спасения начинается, разворачивается в этом мире. Соответственно, призвать его имя, очевидно, означает не просто произнести это имя, или произнести его с уважением, но произнести его имя как имя Господа. И, соответственно, вот дальше его проповедь будет именно о том, как мужи, которые здесь присутствуют, разделяют ответственность за его смерть, потому что они, собственно, были теми, кто просил Пилата его распять. Дальше идет речь про Давида, про его пророчество и так далее. Но самое главное, почему это актуально? А потому что то, что произошло, говорение языками, это первый признак конца света. И если вы по этому поводу хотите что-то сделать, то вот сейчас, говорит Петр, я вам объясню, что именно. Продолжение следует...